Просто это очень здорово. Моя подписчица, между прочим. Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео я покажу вам новую коллекцию собачек Лаки Доги от российского бренда Orange Toys. И самое крутое то, что дизайнерами этих собачек стали мои подписчики, победители конкурса, который мы проводили в прошлом году совместно с Лаки Доги. В конкурсе нужно было нарисовать эскиз образа для собачки, и на основе эскизов победителей Orange Toys, как и обещали, выпустили крутецкую коллекцию реальных собачек. Это было не так-то просто, перенести эскизы в реальность, но, по-моему, получилось очень здорово, и я безумно благодарна Лаки Доги и Orange Toys за такую крутую возможность для моих подписчиков. Получить в подарок собачку собственного дизайна — это память на всю жизнь. Мне кажется, что победители даже внукам будут передавать ее по наследству, и тут действительно есть чем гордиться. Это, можно сказать, вклад в игрушечную историю, ведь даже на полках магазинов по всему миру на коробках собачек из этой коллекции будет наклейка, специальная серия с эскизом и с именем его автора. К примеру, автор этой милой француженки Чихуа Ван Диншин Таисия, 12 лет. Моя подписчица, между прочим. И самое главное, смотрите это видео до конца, потому что, раз уж так все удачно прошло в первый раз, мы с Лаки Доги решили еще один конкурс провести. Ну а пока давайте подробно сравним эскизы из прошлого конкурса с тем, что получилось с реальными собачками. Это очень интересно и вдохновляюще. Начнем с француженки Лаки Кики, и как видите, я уже достала ее из коробочки. Кстати говоря, подробный процесс распаковки, описание коробки, персонажей, их совместимость, все это я упоминала в первом обзоре на Лаки Доги. Если еще не видели, то переходите по ссылочке в описании. И, кстати, там совсем чуть-чуть не хватает до миллиона просмотров, так что давайте поднажмем. Что касается Лаки Кики, то это собачка Чихуа, у нее коричневая мягонькая шерстка, и это тот случай, когда ожидание реальность очень похоже. Я бы даже сказала, что реальность в каком-то смысле даже превзошла ожидание, то есть эскиз, потому что перед нами милейший французский мим. В каноничном красном берете шарфики и тельняшки. Как видите, на юбочке есть две большие красные пуговки, и даже подъюбник красный и пышненький, как на рисунке. Берет из плотной ткани пришит к голове собачки в двух местах при помощи ниточек, но при желании их можно отстричь и снять берет с собачки. Шарфик тоже, кстати говоря, можно развязать и снять. Кофточка выполнена из приятного мягкого на ощупь трикотажа, а юбочка интересна тем, что к ней пришиты лямки, эдакие подтяжки мимо. И выполнена из плотного джинсового материала с красной отстрочкой по низу и на лямках под цвет берета и шарфика. Подъюбник из сетки красиво выглядывает из-под верхней юбочки, и, как вы видите, он выполнен из двух видов сетки, в том числе белой у основания. С задней стороны на юбке есть разрез для хвостика, и сразу же мы видим, что кофточка с задней стороны на липучке. Юбка не на липучке, но она и так легко снимается, нужно просто спустить лямочки и стянуть ее вниз. Соответственно, Лаки Кики можно полностью раздеть и сменить ей образ. Белую собачку-чихуа зовут Лаки Лили, и ее эскиз выполнен профессионально. Не к чему придраться, просто настоящий арт персонажа. И на самом деле совпадает с реальным образом на 100%. Особенно мне понравилась задумка с первой буквой бренда в центре бантика. Вообще, я заметила, что образ именно этой собачки выполнен, можно сказать, в фирменном стиле бренда Лаки Доки. То есть, это платье с атласным верхом, это сетчатая юбочка и дополняет образ бантик на голове. Поэтому, я думаю, что этот эскиз было чуть проще воплощать в реальность, чем остальные. И мне очень нравится, как черно-белое платье смотрится на белой собачке. Очень контрастно, особенно черный бантик на голове круто смотрится на фоне белой шерстки. Он пришит к ушку, его основа это черный атлас в белый горошек, как на платье. И объемным и воздушным его делает сетчатый верхний слой. Верх платья с рукавами до локтя. На ощупь атлас очень приятный. Также на поясе есть атласная черная лента, и с передней стороны ее украшает логотип Лаки. Причем, это нашивка из серебряных ниточек. Очень красиво смотрится. Ну и, конечно же, далее идет двухслойная пышная юбочка. Точнее, даже трехслойная, потому что верхний слой состоит из двух слоев черной сетки. А нижняя юбочка выполнена из черного сатина. С задней стороны платья на липучке, его можно снять при желании. И на юбочке есть разрез для хвостика. А сейчас пришло время познакомиться с невероятным модником, собачкой Чихуа по имени Лаки Оскар. Ребятам из Orange Toys пришлось неслабо потрудиться, чтобы воплотить все, что изображено на этом эскизе, в реальности. Вплоть до обуви, смотрите, какие милые ботиночки. Но, кстати говоря, их немножко видоизменили, потому что даже я не понимаю, что хотел на эскизе изобразить автор. В остальном все на месте. И кепка, и куртка, которая, кстати, в реальности больше похожа на модную нынче шубку. И клетчатые штанишки. Кепка выполнена из плотного материала, она довольно приятная на ощупь. На данный момент она пришита к голове, но при желании можно открепить ее от головушки и, допустим, повернуть козырьком вперед. И, как видите, на ней есть липучка, как на настоящих кепках. Шубка мне очень нравится, она пушистая, мягкая, с большим капюшоном, который можно натянуть на голову собачки. Также у шубки есть настоящие карманы, и, как видите, Лаки Оскар любит ходить с ручками в карманах. И также с передней стороны настоящая молния. Вот так наш модник выглядит с расстегнутой шубейкой. И здесь мы видим темно-коричневую футболку с логотипом Лаки Доги. С задней стороны эта футболочка на липучке по всей длине спинки. Штаны выполнены из шерстяного материала в темно-зеленую клетку. И, кстати говоря, они на липучке с передней стороны. А с задней стороны на них есть небольшое отверстие для хвостика. Ботиночки выполнены из такого же материала, что и кепка с шнурками-резинками и на черной подошве. Все это также легко снимается. А это еще одна Лаки Кики, только уже в другом аутфите в бело-голубом зимнем костюмчике. Прям, знаете, такая собачка в образе Снегурочки. И вы только посмотрите, какой милый детский рисунок, и в реальность его воплотили с точностью до деталей. Логотип в нужном месте. Юбочку тоже интересно обыграли, учитывая то, что дизайнер изобразила ее воздушной и струящейся. На голове у собачки шапка с прорезями для ушей и с милыми помпонами. Наверху большой и внизу маленькие помпончики. На ощупь шапка очень приятная, мягкая, как шерстка собачки Лаки Доги. И, кстати говоря, эта шапочка уже сейчас снимается, то есть она не пришита. Кофта из такого же плюшевого материала с контрастными белыми вставками на манжетах рукавов и на воротнике. Логотип Лаки Доги с косточкой, вышит с серебристыми нитками. Белая юбка пришита к кофте, то есть, по сути, это платье. Юбка трехслойная, два верхних слоя из белой сетки, ну а нижний слой это белый трикотаж. С задней стороны костюмчик на липучке, его можно снять. И также внизу есть разрез для хвостика. На десерт я оставила Йорка Лаки Йо-Йо. Эскиз ее образа невероятно трогательный и очень детский. При этом в нем очень много важных деталей и уточнений. И все эти детальки были воплощены в образе реальной собачки. Даже, смотрите, на курточке есть символы такие же, как на эскизе. Это сердечко, косточка и смайлик. И, наверное, девочке, которая вот это все придумала, очень-очень приятно. Вот представьте, насколько, наверное, она счастлива, что ее задумку воплотили в настоящей собачке, которая, к тому же, будет продаваться в магазинах и жить у кого-то дома. Это очень здорово. И, собственно, благодаря фантазии моей подписчицы у этой крохи появилась прикольная джинсовая куртка. Символы пуговки, а также логотип Лаки нанесены на ткань. Причем пуговки и косточка еще и с блестками. Под курткой розовая майка без рукавов, под горлышко, и в центре у нее большая блестящая косточка. К мачке пришита джинсовая юбка в складочку, а к ней, в свою очередь, пришит неоново-желтый пояс с сердечками, который с передней стороны украшает большая голографическая косточка. У юбки имеется двухслойный подъюбник из нежно-розовой сеточки, и с задней стороны платье на липучке, его можно легко снять. И, конечно же, есть разрез для пушистого хвоста. И прежде чем мы перейдем к конкурсу, это будет уже очень скоро, я хочу познакомить вас с новыми собачками Лаки Доги. И это два милых пуделя Лаки Доли и Лаки Бобби. У этих собачек пушистая мягкая головка с длинными ушами, и мех на ощупь очень приятный, хочется его тискать, и еще он очень реалистично выглядит. Остальное тельце собачки просто мягонькое, как у Чихуа, но мех также есть на кончике хвоста. Цвет шерстки приятный, песочно-коричневый, и он здорово сочетается с розовым бархатным платьицем. И такие же бантики из такого же материала есть у основания ушей собачки. Они такие маленькие и круто смотрятся, ей очень идут. Большой бант украшает воротник платья, а по низу, по подолу идут два волана, что делает это платье очень игривым и милым. С задней стороны на платье, как обычно, большая удобная липучка, а внизу есть небольшой разрезик для хвостика. Так как собачек Лаки Доги можно переодевать, то в ассортименте бренда Лаки Доги наконец-то появились отдельные фэшн-пэки. Соответственно, при помощи таких фэшн-пэков вы можете разнообразить гардероб своей милой собачки. И напоминаю, что в комплекте с каждой собачкой в ее коробке есть прикольная вешалка, поэтому наряды можно красиво развесить. И в данном случае это платье и бантик, и это аутфит Лаки Мими, собачки из предыдущего видео. И с задней стороны коробки можно увидеть, что другие образы собачек, в том числе мой любименький спортивный костюм, тоже будут продаваться отдельно в фэшн-пэках. А еще у Лаки Доги есть даже украшения, и самые внимательные наверняка уже увидели, что они сегодня на мне. Прослогодний конкурс с Лаки Доги уникален тем, что результаты этого конкурса вы сейчас видите перед своими глазами. И, кстати говоря, собачки слева от меня подружились, держатся за руки, а справа не хотят сдружить. И если вы ничего не знаете про их дружбу, то я опять напоминаю, что это все было в прошлом видео. Ну и, собственно, мы посвящались с Orange Toys и решили еще раз провести творческий конкурс. Поэтому у вас появилась уникальная возможность почувствовать себя дизайнерами собачек Лаки Доги. И важное дополнение, прям очень важное. Жюри Лаки Доги при выборе победителя оценивают не идеальность картинки, не мастерство художника. Самое главное, это цельный образ. Они оценивают креативность, идею. Поэтому, если вы не умеете рисовать, то это не значит, что вы не можете участвовать. Рисуйте, как можете. Я думаю, что в этом видео вы увидели, что даже детские рисуночки тоже побеждали, просто потому, что в них прикольные идеи и замысел. А еще очень важно, чтобы эскиз соответствовал возможностям массового производства. То есть, одно дело нарисовать красивый рисунок, какой-то космический, а другое дело воплотить это в реальной одежде, на реальном заводе. Но это далеко не значит, что компания идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая какие-то простые образы. Я думаю, что вы уже видите на примере этих собачек, что образы выбраны непростые, но самое главное, что они реализуемые. Подробные условия этого конкурса не забудьте внимательно изучить в Инстаграме orange toys и на сайте orange toys.ru. Ну а я сейчас тоже кратенько расскажу условия участия. Нужно придумать образ для собачки Lucky Doggy. Цельный образ, нарисовать его, сделать эскиз, затем сфотографировать и выложить в Инстаграм фотографию вашего эскиза с хэштегом myluckydoggy2018. В описании под этой фоточке вам обязательно нужно указать свой возраст, также упомянуть Инстаграмы orange toys и lucky doggy official. Ну и, конечно же, для участия нужно подписаться на эти профили. В жюри orange toys выберут шесть эскизов победителей. Шесть победителей, это очень много, это целая крутая коллекция. И важно отметить, что победители будут разделяться на три категории. Первые два победителя возраста от 0 до 7 лет, следующие два победителя от 7 лет до 14 лет и оставшиеся два это победители старше 14 лет. Выходит, что у всех есть шанс и по эскизам победителей впоследствии создадут настоящую одежду для собачек Lucky Doggy. Ну и, конечно же, авторы победных эскизов, все шесть человек, получат в подарок собачку Lucky Doggy. А после того, как выйдут реальные игрушки, авторы получат еще и по комплекту одежды собственного дизайна. Прием работ на конкурс будет открыт с 7 по 25 ноября. Затем жюри будет оценивать работы и выбирать победителей. Ну а результаты будут опубликованы 7 декабря в Инстаграмах luckydoggy official и orange toys. Также я обязательно расскажу о победителях в сториз своего Инстаграма Bers Review, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Все подробные условия конкурса также есть в описании в видео. Конкурс международный, поэтому обязательно участвуйте, дерзайте, проявляйте себя. Я уверена, в вас очень много креатива, я в вас верю. Создайте еще одну классную коллекцию для собачек Lucky Doggy. И еще напишите, пожалуйста, в комментариях, какая собачка из уже вышедшей коллекции от моих подписчиков вам нравится больше всего. И до встречи в новых выпусках. Не забудьте поставить лайкосик, если видео вам понравилось. Чаще улыбайтесь, будьте креативными, веселыми. И любите собачек. И всем пока-пока.